Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Мы сегодня с вами рассмотрим такую тему, как подготовка сведений для установления пенсии с СЗВ-стаж в программе торпата управления персоналом редакция 3. Рассмотрим такой пример, что у нас сотрудник работает в компании, сотрудник обратился к работодателю с заявлением о предоставлении на него в территориальный орган ПФР сведений для установления пенсии. И необходимо подготовить по сотруднику сведения для установления пенсии по форме СЗВ-стаж на сегодняшнее число для передачи в органы ПФР. Сведения в форме СЗВ-стаж формируются документом сведения о страховом стаже застрахованных лиц СЗВ-стаж. Для этого необходимо зайти в раздел «Отчетные справки» ПФР «Пачки реестры описи». Нажимаем кнопку «Создать», выбираем документ сведения о страховом стаже застрахованных лиц СЗВ-стаж, вот он у меня последний. В поле «Организация» указываем «Организация», он у нас указан на «По умолчанию». В поле «Дата» указываем дату составления документа для передачи в территориальный орган ПФР. В поле «Дата» указывается текущая рабочая дата компьютера. В поле «Год» указываем текущий год, ну либо тот год, за который нам необходимо предоставить тип сведений, соответственно, исходное. По кнопке «Запомнить», подождите, тип сведений нам нужно выбрать назначение пенсии. По умолчанию у нас исходное. А вот теперь заполняем сотрудника, по которому нужно сформировать, либо через подбор. Допустим, нам нужно по Льву Самуиловичу заполнить СЗВ-стаж. Флажки «Начисленные взносы на обязательно пенсионное страхование и начисленные взносы по дополнительному тарифу» устанавливаются автоматически, если такие взносы были начислены в указанный период работы по сотруднику. При необходимости их можно снять. Поля «Руководитель» и «Должность» заполняются автоматически данными ответственных лиц, введенных в справочник организации. Чтобы перейти непосредственно в сформированные сведения, щелкаем двойным щелчком мыши по строке «Сотрудник». В результате открывается форма «Сведения о стаже». В форме указывается стаж сотрудника с начала календарного года по дату предполагаемого выхода на пенсию. В форме указывается стаж сотрудника с начала календарного года. Обращаю на это внимание. Если в это время у сотрудника были особые периоды стажа, временная нетрудоспособность, отус без сохранения заработной платы, их необходимо указать. Заполняются они автоматически, если у нас данные были. И, соответственно, нажимаем кнопку «Ок». Далее в форме документа нажимаем кнопку «Записать», расположенную в верхней части нашей таблицы. Если сведения передаются в ПФР без использования телекоммуникационных каналов связи, то из документа можно получить печатные формы и файлы для передачи сведений в ПФР. По кнопке «Печать» можно сформировать печатную форму. СЗВ «Стаж». У нас с вами не заполнен руководитель. Мы с вами сейчас его заполняем. Продолжить. Соответственно, у нас здесь все указывается, что указано неверно. Соответственно, после исправления всех ошибок мы можем проверить, отправить, выгрузить, открыть данный файл и распечатать. У меня на этом все. Всем желаю хорошего дня. Если будут вопросы, оставляйте их под этим видео. До свидания.